На телеканале Юганск новости. Здравствуйте. В студии на Новикова коротко о главных событиях вторника. Сама пенсия будет выплачиваться. Это именно будет выплачиваться пенсия работающим без индексации. Увольняться или продолжать работать? У пенсионеров появились вопросы в связи с отменой индексации. Мы пришли ограничить вам горячее водоснабжение за вашу задолженность. Может быть пока не будете, а к сожалению никак. Новый год без света и горячей воды. Коммунальщики продолжают воспитывать должников, лишая их привычных удобств. Просто необходимо детям лучше учиться. Те, кто работает, лучше трудиться. Цели обозначены, приоритеты расставлены. Николай Цибулько подвел итоги нынешнего года и рассказал о перспективах следующего. В редакцию нашей телекомпании обратились обеспокоенные пенсионеры. Старшее поколение волнует отмены индексации пенсионных начислений в предстоящем году. За комментарием мы обратились к специалистам управления пенсионного фонда. Как это часто бывает, многие превратно истолковали новое решение. Якобы тем, кто прямо сейчас не выйдет на заслуженный отдых, пенсию вообще никогда не будут увеличивать. На самом деле индексацию работающим пенсионерам отменят лишь на период следующего года. Не всеюганцам, прекратившим работу с 1 октября 2015 по 31 марта 2016, следует уведомить об этом пенсионный фонд. После выдачи заявления их начисления также проиндексируют по текущему проценту. Сама пенсия будет выплачиваться. Это именно будет выплачиваться пенсия работающим без индексации, которая предусмотрена законом 400 МФЗ. Каждый год индексация пенсии с 1 февраля. Это распространяется только на 2016 год пока. Чтобы получить выплату, некоторые пенсионеры принимают решение уволиться. Однако при средней пенсии, которая составляет сегодня в Нефтьюганске 13 тысяч, индексация будет всего 500 рублей. А устроиться на новую работу старшему поколению не так-то просто. Тем же, кто вышел на заслуженный отдых, в предстоящем году пенсионные начисления увеличат на традиционные 4%. В управлении Пенсионного фонда Нефтьюганска под конец года прибавилась работа. Многие горожане спешат написать заявление о переводе накопительной части своей пенсии в негосударственные пенсионные фонды. Речь идет о так называемых молчунах, которые до сих пор не определились с тем, кому доверить отчисление. Напомним, право оставить себе только страховую пенсию или страховую накопительную есть у россиян с 1967 года рождения и моложе. Последний день, когда еще можно сделать выбор – 31 декабря. Сегодня работодатель отчисляет в пенсионный фонд 22% от заработной платы сотрудника, 16% из них – это страховая пенсия и 6% накопительная. Ее как раз гражданин и может распоряжаться направить сбережения в один из негосударственных пенсионных фондов, чтобы тот за счет инвестирования приумножал средства. НПФы в год могут обеспечить доходность до 15%. Деньгами тех работников, кто до сих пор не определился с НПФ, по умолчанию распоряжается государственная управляющая компания – Внешэкономбанк. Но после Нового года, если выбор так и не будет сделан, накопительная пенсия вообще не будет формироваться. И все 22%, которые отчисляет работодатель, пойдут в часть страховой пенсии. Она формируется совершенно по другому принципу. В зависимости от суммы, уплаченной работодателем, сотруднику начисляют баллы. В этом плане те, кто формирует только страховую пенсию, имеют преимущество. Они могут накопить больше баллов. К тому же уже третий год подряд накопительная пенсия пусть и копится, но не приносит доходов, поскольку замораживается государством. Чтобы передать эту часть в НПФ, нужно лишь прийти в офис интересующего фонда с паспортом и с НИЛС. Если же человек пока не определился, какому фонду передать отчисление, то можно просто прийти в управление пенсионного фонда, чтобы написать заявление и сохранить накопительную часть. Туда же стоит обращаться, если вы решили больше не формировать накопительную пенсию, а отдать предпочтение только страховой и сделать ставку на баллы. С долгами в Новый год. Коммунальная задолженность нефтеюганцев перед расчетом на кассовым центром сегодня составляет 178 миллионов рублей. В связи с этим управляющие компании ежедневно отключают коммуникации злостным неплательщикам. У тех, кто не погасил долг вовремя, есть все шансы остаться в празднике без света и воды. Елена Волкова продолжит. Мы пришли ограничить вам горячее водоснабжение за вашу задолженность. Может быть, пока не будете, а к сожалению, никак. За 10 месяцев Юрий Симонов задолжал коммунальщикам почти 40 тысяч рублей. По словам мужчины, оплачивать квитанции он не в силах. И честно признался, почему. Почти вся его пенсия уходит на алкоголь. Может быть, можно там тысячу-две как-то выделить. Ну, видите, я выпиваю еще. Однако уважительной причиной это не является. И все просьбы должника не отключать воду хотя бы до Нового года не смогли разжалобить сотрудников ЖУ. Ведь каждого неплательщика специалисты предупреждают заранее. Как правило, мы ограничиваем коммунальные услуги, предоставление коммунальных услуг, если платежи не поступают в течение трех месяцев. Плюс еще месяц где-то дается на то, чтобы человек... Мы предупреждаем, человек осмысливает это, да, в течение месяца, если не поступают платежи. То есть приходим и что-то отключаем. Горячую воду, электроэнергию. В этом году коммунальщики внедрили новую и пока самую действенную меру борьбы – отключение водоотведения. Только в декабре без возможности справить нужду остались четыре должника. Однако ограничение горячего водоснабжения действует не менее эффективно. На сегодня было запланировано отключение именно горячего водоснабжения порядка семи квартир. И поскольку осталось только две, соответственно, в пяти случаях люди пошли, начали поступать платежи. Естественно, мы к ним не приходим и ничего у них не отключаем. Если неплательщики продолжат игнорировать счета, их ждет визит судебных приставов. А в крайнем случае переселение в менее комфортабельное жилье. Елена Волкова, Денис Малев, телерадиокомпания «Юганск». Уже в феврале 2016 года бумажные автобусные проездные в «Нефтьюганске» заменят на электронные. Стоимость такого билета – 100 рублей. При этом 70 из них пойдут на ваш счет. В классическом бумажном варианте пока останутся билеты для школьников. Но к лету и их планируют перевезти на пластик. Стоимость проездного одинакова. Что бумажного, что этой карточки. Человек активирует карточку за определенную сумму и без ограничений этой карточкой пользуется в течение месяца. И еще одна новость. С 11 января проезд в городском транспорте подорожает на 1 рубль до 22 целковых. Цена обычных проездных составит 1350 рублей, что на 50 больше, чем в нынешнем году. Школьникам карточки на месяц обойдутся в половину дешевле. Напомним, неработающие пенсионеры с 1 января 2016 получат по 24 бесплатных проезда в месяц. Причем, если человек не успеет их использовать за эти 4 недели, то поездки перейдут на следующий период. Городские бригады скорой помощи получат планшеты. Нефтьюганская неотложка успешно освоила пилотный проект по внедрению информационных технологий. С помощью мобильных устройств время поиска свободных реанимобилей сократилось почти на минуту. И, соответственно, это повысило качество медицинских услуг. Уже в январе планируют закупить 10 планшетов в рамках обязательного медицинского страхования. Специальная программа позволяет за считанные минуты ознакомиться с историей болезни пациента. Врач может точнее и быстрее поставить диагноз и принять решение относительно дальнейших действий и лечения. Также в режиме реального времени можно видеть автомобили, которые находятся на онлайн-карте. Куда они двигаются и где находятся. Получив вызов, диспетчер направляет ближайшую бригаду к больному. С новыми электронными устройствами нефтьюганские медики приступят к работе уже в феврале. Цели обозначены, приоритеты расставлены. Накануне 2016 года глава города Николай Цибулько дал интервью нашей телерадиокомпании. Руководитель муниципалитета подвел основные итоги 2015-го и рассказал о перспективах развития нефтьюганска в наступающем году. Николай Ефимович, подводя итоги работы, насколько насыщенным был 2015-й год? Какие события и решения были основными для города? 2015-й год, можно сказать, вообще уникальный год. Это 70 лет победы в Великой Отечественной войне. Это 85 лет Ханты-Мансийскому автономному округу Югре. Это чистая вода в городе Нефтьюганске, если касаться конкретно нас. Это кончание строительства канализационно-очистных сооружений. Это выполнение указа президента, что с трех лет у нас нет очередности в детские сады. Это новый подход к ремонту дорог в городе Нефтьюганске. По развитию патриотизма. Посмотрите, как мы 70 лет встречали. Все жители города Нефтьюганска, можно сказать, массовое участие в этих мероприятиях. Во-первых, каждого ветерана войны, ветерана труда поздравил президент. Каждого ветерана войны, ветерана труда поздравил губернатор Ханты-Мансийско-автономного округа Наталья Владимировна Комарова. Ну, вообще, вот такое отношение у людей, чувство гордости за нашу страну, действительно вселяет в уверенность, что люди будут добрее друг к другу, работать будут лучше. И люди чувствуют, что жить становится намного интереснее, и что просто необходимо детям лучше учиться. Те, кто работает, лучше трудиться, потому что все это идет в одном, то есть это социально-бытовые условия улучшаются у людей. И рождаемость у нас превышает смертность именно в последние годы. Прирост населения происходит только не за счет прибывших, а именно за счет прироста рождаемости. Это очень важно. Город растет, город развивается, город процветает. Депутаты единогласно одобрили бюджет города Нефтьюганска на 2016 год. Он по традиции сохраняет свою социальную направленность, то есть все деньги будут потрачены только ради того, чтобы удовлетворить потребности горожан, да? Ну, это в первую очередь, конечно, бюджет всегда социально направленный. И дефицит бюджета, к сожалению, тоже сохраняется, но бюджет принят. И самое главное, еще один был такой момент, это выделение земельных участков бесплатных для многодетных семей. Пока деньги полностью не были заложены, но в феврале месяце все-таки будет уточнение к бюджету, и эти деньги будут изысканы администрацией. И в этом направлении тоже будет проведена большая работа. Какие, на Ваш взгляд, наиболее интересные и важные статьи расходов, несмотря на то, что они все важные? Ну, во-первых, эта проблема остается, она очень важная проблема, это расселение аварийного жилья. Это строительство, допустим, 17-й микрорайон. Для того, чтобы его развивать, необходимо еще и развивать в первую очередь все эти, которые просто необходимы. Иначе мы не можем там дальше больше строить дома. Ремонт дорог, которые просто необходимы не только дорог межквартальных, но и внутриквартальные дороги. Это строительство детских садов, ремонт детских садов, ремонт школ. Что скажете по поводу благоустройства города на следующий год? Все-таки в этом году депутаты неоднократно выезжали на своих избирательных участках, проводили совещания. Все мы видим, да? Какие важные будут изменения, помимо ремонта дорог или внутриквартальных проездов? Вот вы знаете как, здесь надо совместно с жителями. То есть и жители должны понять, что мало того, что отремонтировать, что-то сделать, а потом необходимо это поддерживать. Вот здесь еще нет понимания у людей, когда вы заметили вот этим летом, что город был чистый, как бы благоустроенный. Но вот люди немножко недопонимают и вот выбрасывают бутылки, даже из машин. Просто проходит машина в городе, вдруг вылетает бутылка из окна и летит на зеленый чистый газон и бросается это в глаза. То есть хотелось бы, чтобы жители города Нефтьюганска тоже приняли в этом участие, во-первых, свои пожелания, чтобы они хотели увидеть. А во-вторых, уже потом, когда сделано, и поддерживать это. Но еще одно такое направление, это правильное использование и контроль за средствами, которые собираются на капитальный ремонт. Это очень важно, эффективно использовать эти деньги, чтобы люди почувствовали, что действительно деньги собираются не зря. И действительно ремонт происходит именно там, где он необходим. Самое главное, еще и общественный контроль у нас. Выезжали вместе с общественностью неоднократно в те дома, где проходил ремонт. Единственное, еще бы хотелось в связи с этим обратиться к жителям. Все-таки надо платить коммунальные услуги. У нас очень большие задолженности. Просто сотни миллионов рублей. Это очень плохо. Вы сказали об основных событиях, которые произошли в городе в 2015 году. Но есть ведь та работа, которая незаметно простым обывателям, но тем не менее важна и необходима для дальнейшего развития муниципалитета. В 2015 году депутаты единогласно одобрили поправки в устав города, касающиеся выборов. Как будут проходить выборы? Поправки таковы, что сейчас глава города, он же будет и главой, как глава администрации. То есть один глава. Сейчас вот глава администрации, глава города будет один. Это на конкурсной основе будет избираться глава. Комиссия состоять будет четыре человека. Это комиссия, которая определяется Думой города. Четыре человека определяется губернатором. На этой комиссии будут рассматриваться кандидатуры. И потом кандидатуры, которые они определяют, кто проходит по подаемой критерии, будут выноситься на Думу. И депутаты уже будут избирать главу города. То есть население в этих выборах не принимает участие? Ну как, а население избирает депутатов. Так что говорить так, это неправильно. Я лично считаю, что все население принимает участие. Они же доверили депутатам. Значит, дали такой мандат. Надо продолжать дальше доверять. Практически-то избирает депутатов, избирает население. А депутаты избирают уже главу. Значит, население избирает главу. Одно из решений, которые были приняты в этом году, и общественность, население нашего города на публичных слушаниях поддержали, то, что теперь депутаты должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые обозначены в нормативно-правовых актах, направленных на противодействие коррупции. В частности, отчитываться о доходах и расходах, и не иметь счета в заграничных банках. Как вы считаете, есть ли в этом необходимость, несмотря на то, что этого требует закон все-таки, 131-й? Еще давно надо было принимать такое. Депутат, вот и мое личное мнение, он не имеет права иметь какие-то счета, активы в иностранных банках. Если мы живем в России, если мы патриоты России, значит, все должно быть в России. И мы должны быть россиянами. А если одна нога где-то за границей, а одна нога в России, это неправильно. Это давно надо было принимать такое решение. Это касается всех депутатов? Декларацию заполнять, и имеется в виду по счетам, это касается только, допустим, председатель будет Думы, заместитель председателя Думы, и руководителей депутатских, то есть комиссий, допустим, комиссия по местному самоуправлению. То есть, кто возглавляет комиссию, они обязаны будут закричивать. Это те депутаты, которые на постоянной основе трудятся, да? Нет, они не на постоянной основе, то есть, это те, кто получает заработную плату, только двое. Это председатель Думы и заместитель, а остальные заработную плату не получают. Вот люди говорят, что депутаты получают депутаты заработную плату, не получают. Они получают заработную плату по месту своей работы. Так сложилось, что большинство депутатов Думы города члены партии «Единая Россия». Какова роль фракции этой партии в Думе, и какие были начинания, решения, принятые благодаря партийцам? Во-первых, это единство, оно помогает в работе. Это подготовка к Думе. Это рассмотрение еще раз всех вопросов, те, которые рассматривались на комиссии и принимались комиссией. Потом они перед Думой рассматриваются на фракции «Единая Россия». Еще раз депутаты берут что-то под сомнение, что-то обсуждают, чтобы было принято действительно единое решение и только шло на пользу жителей города Нефтьюганска. Какие партийные проекты реализуются? Ну вот последний у нас был полицовет, рассматривали как раз вот именно по партийным проектам, и очень много молодежи, молодежный парламент, вот по заслению, можно сказать, партийный проект, молодежный парламент, это взяли, просто ребята вышли и начали строить горки в городе. У нас в городе самые талантливые ребятишки. Все-таки какая поддержка будет оказываться спортсменам нашим, артистам? Ну, во-первых, тот бюджет, который необходим. Мы все-таки заложили и на 2016 год именно поддержание спорта, развитие спорта в городе Нефтьюганске. Вы посмотрите, у нас вот жемчужина Югры, спортивный комплекс такой, сооружение, но его нет даже, наверное, в Уральском федеральном округе такого. И очень много потихоньку все-таки набирается, все секции будут работать, проводятся очень много соревнований не только городского масштаба, окружного, но и Уральского федерального округа, и планируем, чтобы там и российского масштаба проходили мероприятия. Николай Фимович, подводя итоги, хотелось бы спросить о том, чего не удалось сделать в 2015 году? Чего не удалось сделать? Это все-таки проблема остается расселение аварийного жилья. Это одна из основных проблем. Это все-таки ремонт дорог. Это ремонт внутриквартальных проездов. Это обустройство детских площадок. Все-таки очень много работы на 2016 год. Но и основной год, он очень важен в политическом плане, это выборы. В сентябре 2016 года, которые, ну мы надеемся, что жители города Нефтьюганска будут самые активные, самые правильные, с патриотической точки зрения, личное что-то уберут куда-то, и впереди пойдут только на благо всех жителей, на благо округа Югры, на благо России. На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас» в Нефтьюганске. И делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok